Я очень рада всех видеть, очень приятно, что я вижу очень много новых лиц. Наверное, это здорово, что с каждым годом интерес к растениям только увеличивается. Жалко, что только наша аудитория не увеличивается, потому что ровно столько людей в зале, ровно столько довести ожидания. Наверное, это было первый раз, когда запись была закончена реально вот за сутки. Фактически мы не успели озвучить, вывесить свой график лекции, как было, в общем-то, уже все места занято. Поэтому я очень рада вас видеть. У меня маленькое буквально слово. У нас сегодня потрясающий лектор. Наверное, по праву считается, что Ирина Семеновна чуть ли не единственный специалист по злакам в Ленинградской области. И это действительно так, на мой взгляд. Злаки темы очень интересны. Если ими сильно не злоупотреблять, они действительно являются украшением. Я долгое время считала, что злаки для наобласть это вообще двинется по старинной вещи. Ничего, кроме там овсяницы, допустим, у нас на участках расти не будет. Но Ирина Семеновна вот уже который год доказывает, что все это не так. И все на самом деле возможно, было бы только желание. Маленькое буквально объявление. Так получилось, у Ирины Семеновны намечается небольшая реконструкция сада. К сожалению. К сожалению. И есть часть растений, которые будут искать новый дом. Я вывешу в группе и у себя на странице список этих растений. Да, со всеми вопросами можно будет переместить. И я у себя тоже ВКонтакте это вывешу. И, наверное, в течение... Мы поможем, в принципе, выкопать. Может быть, где-то поможем с организацией. Но, к сожалению, так вот сложились обстоятельства. А так я даю слово одному, наверное, лучшему специалисту, лучшему лектору. Ирина Семеновна, пожалуйста. Спасибо за теплые слова. Спасибо за такую аудиторию. Аудитории только один минус. Опять нету мужчин. Но мы живем по Некрасову. Теперь о теме. Тема... Я никогда не говорю злаки, потому что в эту группу входит много разных растений. Я говорю декоративные травы. И сегодня у нас будут и аиры, и бамбуки, и прочее. То есть есть в мировой практике такое определение растения без яркого цветения, да, там все эти метелочки и прочее, с узкими листьями. Там, где само растение и его метелки являются декоративным элементом. Обходит туда очень много групп, поэтому не травы. Теперь немножко по порядку. Вначале самое скучное, пока головы еще чистые. То есть пройдемся по каталогу. Практически все эти растения я у себя пробовала. И, наверное, 95% фотографий это из моего сада будет. Теперь второе. То, что я буду говорить, не является правилом для всех. Декоративные травы это также огромная группа многолетников. Ленинградская область, она большая. Сады все разные. Почвы все разные. Условия разные. И я говорю в основном, конечно, вот к югу от Петера, по участку с микроклиматом, с толстым слоем плодородной земли. Поэтому, ну как со всеми растениями, пересчитывайте на себя. Я поняла, что быть специалистом вот широкого профиля по всей области, а уж тем более, скажем, по России, это вообще невозможно. То есть настолько все разное. Теперь второе. В принципе, можете во время разговора отвлекать меня. То есть вопросы задавайте, все, я не сбиваюсь. Ну, это второе. И начинаем. Начинаем именно с такого, с каталога тех растений, которые были опробованы. Притом травы у меня в саду ровно столько, сколько сад. Саду 40 лет, 40 лет и травы. Это сейчас на них пошла мода. Ну, а тогда, ну, нравилось мне растение. Значит, я его заводила, откуда-то там доставала. И я могу сказать, а потом покажу. Некоторые растения. Это одна малиния такая есть. Она в Питере с послевоенных времен. А мы ее сейчас как нечто новое воспринимаем. Теперь литература. Вот самая лучшая во всем мире литература. Вот эта книга, которую вы видите, да? Вроде бы ее как-то можно еще достать. Энциклопедия орнаментальных. Вот международное название орнаментальных трав. Почему она лучшая? Потому что они очень четко. Там и зона есть, и грунт есть. И как растет растение, и т.д. и т.п. То есть, что мы должны знать по травам? Потом я это просто буду про каждую траву говорить. Первое. Тепло растущие или холодно растущие? Что значат эти определения? Одни травы просыпаются, еще земля даже замороженная. Они уже идут в рост. Другие травы, типа наших любимых мискантусов, им надо, чтобы земля прогрелась до плюс 25, чтобы они пошли в рост. Вот и решайте. Ну, есть средние. Второе. Грунты. Вот травы, все травы практически безразличны к грунту. Им все равно какой. Ну, не чистый торф и не голый песок. Да? Очень плодородные, не очень, кислые, не кислые. Есть единицы трав, которым нужна, допустим, очень кислая или очень щелочная. Но это буквально единицы. Третье. Как растут травы? По нашему любимому сырнику, пырею, вы знаете, что многие травы агрессивны. То есть они подземными столонами. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то глубже, кто-то идет по поверхности, расползаются. Но с этим можно бороться. То есть практически все агрессивные травы великолепно себя чувствуют в ограждениях. Единственное, для самых агрессивных трав ограждение должно быть без щелей. То есть не так, что вот ленту и сомкнули где-то, они проползут. А цельный круг или квадрата. То есть безо всяких щелей. Ну, жить-то хочется. Но все агрессивные травы, они у нас живут лучше. То есть, по примеру, как сныть хорошо живет, пырей, и также все агрессивные декоративные травы хорошо живут. Подкормки. Подкормки с травами вещь очень опасная. С одной стороны, как-то хочется вот нарастить эту массу, но у трав одним из главных декоративных факторов являются их высокие метелки. А вот с метелками удобрение действует наоборот. Они слишком высокие, слишком тонкие, они моментально ложатся. То есть лучше обойтись без удобрения. Я имею в виду без всякой химии, а отмульчировать, конечно, можно. Компостом, скошенной травой, чем хотите. Многие травы на это очень хорошо откликаются. Плюс зимостойкость увеличивается, поскольку корни прикрыты мульчой. Так, агрессивность сказала, удобрение сказала. Обрезка трав. Но обрезка трав зависит от вашего менталитета. Если вы хотите, чтобы травы украшали ваш сад зимой, и у вас есть возможность любоваться садом зимой, значит, вы обрезаете по весне. Если вы в какой-то момент уезжаете из сада и до весны там не появляетесь, обрезаете осенью. теперь порядок обрезки. Первыми обрезаются холодно растущие, да, то есть весной только чуть-чуть солнышко пригрело, они уже трогаются в рост, и вы можете не успеть обрезать. Есть еще такой фактор, что осенью обрезать травы очень тяжело. Там нужны стекаторы с усилителями, иногда кусторез нужен, или что, очень толстые такие вот палец, в два пальца толщиной стебля. Весной все это рукой буквально снимается. Они теряют свою крепость, стойкость, не знаю как. почти все травы весной просто рукой собираются. Все это шухлое прошлогоднее, кроме некоторых, опять же. Ну, вот, наверное, основные параметры, чего я ищу. Грунт сказала, удобрение сказала, агрессивность. Ну, а дальше будем по ним. Эта книга лучшая, у нас есть вот такие. Я принесла, то есть лучший специалист по России, по травам. В отличие от меня, это настоящий коллекционер и испытатель трав. Это Желтовская на экране. Первое издание книги, это вот второе издание книги. Книги великолепные, у меня по ее книгам, в отличие от этой американские, только одна претензия, она распределила их по группам, там, для любителей, для коллекционеров, для начинающих и т.д. и т.п. А не просто по алфавиту, то есть откуда я знаю, к кому я отношусь, да? А тут пошло по алфавиту, я определяю, надо мне это или не надо. Ну и поехали. Я же сказала, что тут будут не только злаки, то есть мы начинаем с аира. Аир это в принципе растение болот, а отношение к влажности трав еще, к влаге и к воде, но это я буду по каждой траве говорить. То есть аир к нам привезли татар монголы, аир обеззараживает воду, он хорошо работает на очистку водоемов, но в наших условиях собственно в водоеме аир практически не желает расти, он растет на берегу. Купить маленькую делянку и сразу ее посадить в воду это вы погубите растение, его можно посадить в горшок и опустить в воду вот так это в горшке это девятка горшок и вот так он выглядит. На зиму горшок вынимается и прикапывается в грунт. Можно выращивать на влажных грунтах, если природный водоем, можно посадить на край и ждать пока он сам выберет себе место. То есть растения ну как, да все они с характером, не только это. Теперь холодно растущий, но поскольку тут корневищ он не агрессивен, первой осенью скидывает листву и в общем-то на зиму от него никакого толку. Но одно из красивейших таких полуводных растений. Это он же. Это он сидит, так мини-болото сделано, да, там просто чуть-чуть на 5 сантиметров ниже основного грунта поверхность была, и туда дренировалась вода с окружающих цветников. Так, растения идут не по группам, а по алфавиту латинскому. Аллопекурус или лесохвост луговой сорт аура варигата единственный декоративный сорт этого растения очень холодно растущий. Это растение появляется одним из первых. То есть еще заморозки, еще все на поверхности ярко-желтые листики держатся очень маленькой небольшой кучкой примерно максимально он сантиметров 30-40 требует как бы это сказать почва желательно чтобы была бы увлажнена но без перемокания и летом если у нас бывает вот месяц без дождя как было в прошлом году он выживет но он скинет листво потом станет чуть-чуть похолоднее он не любит жаркого сухого климата то есть это наше растение как раз то что у нас весной самое яркое желтое пятно среди декоративных трав летом ну как-то пропадает и ну летом и другого много он и не нужен осенью это опять ярко-желтое пятно цветение абсолютно неинтересное и как показала практика оказывается травы так же как и деревья любят когда их стригут поскольку мне цветение не нравится я у него триммером взбиваю колоски его а куст начинает вегетативно больше размножаться то есть по принципу не дала завязать семена значит я буду вегетативно размножаться этим он очень хорош он хорош для первого плана яркого яркого весеннего пятна ну там допустим с мелколуковичными ну вот это не моя фотография да сразу признаюсь это борода Джерарда я пока этого растения не поняла хотя оно у меня уже 5 лет такой красоты даже близко нету впервые прошлой осенью стебли начали приобретать вот какой-то красноватый оттенок то есть многим очень ярким красивым травам у нас не хватает суммарного тепла и солнца чтобы показать свою декоративность борода Джерарда так еще про него он высотой где-то 2,5 метра так еще про травы основная масса трав приобретает свою декоративность только во второй половине лета в том числе и этот бородач сам не стоит в этом году связанный в пучки весь снег перенес и впервые у него после такого хорошего лета и осени у него появился этот розовый оттенок то есть ну как растения травы так же как и остальные растения вот 2-3 года это не результат надо ну 5 это минимально лучше 10 лет за ними понаблюдать посмотрим что будет дальше ну этот вы все наверное узнаете Райграсс и о нем практически всем все известно но у него второе слово бульбосом да очень многие жалуются на то что Райграсс выпадает выпадает он за счет того что у него эти бульбочки клубники они нарастают все выше и выше и когда какой-то нестандартный мороз да еще по голой земле что у нас часто бывает Райграсс может выпасть для этого прием или делить его опускать или мульчировать одно из двух холодно растущее не агрессивное растение высотой но если с цветоносами сантиметров шестьдесят опять же он цветет некрасиво и собаки меня научили что его надо стричь вот это стриженный вариант то есть только выпустил стрелки подстригает или я или собака то есть он собакам заменяет пырей кстати почти же все собачники вот пырей вывели бедные собаки они с удовольствием вот веник и райграсс едят и опять же не дал семенам завязаться он сразу превращается в мощный красивый кустик достаточно да это значит не райграсс у вас райграсс не агрессивен мелкий высота а дойдем он в жаркую погоду если очень сухо ему будет он тоже сникает при том стриженный ведет себя лучше вот лесохвост райграсс еще потом пару трав покажу они тоже стриженные в жару ведут себя лучше вот вот растения которые прожив у меня 6 или 7 лет ушло в прошлую зиму это бромус золотой в принципе это болотное растение вот почему оно ушло я не понимаю но вот то что в книгах пишется болотное растение когда мы сажаем в нашем дурацком климате то есть у нас идут вот эти качели зимой и у нас на точке роста то лед то оттаяло то лед то оттаяло и точки роста вылетают несмотря на то что бромус со столонами то есть растение агрессивное но видимо он все таки не наш он не то чтобы вот сразу вылетает в первый год он через несколько лет вылетает он становится слабее слабее и под конец мы его не видим а это на середину лета было бы хорошее даже на первую половину лета хорошее желтое растение не тянет по времени он малолетка то есть а дальше решайте сами заводить не заводить на 5 лет или искать другое это одно из тех желтых растений которые в тени желтые кстати лесохвост поскольку весной солнца больше листвы нет он тоже не реагирует на степень освещенности ну и вот растение номер один трава это вейник вейник со всеми его сортами со всеми видами это вейник остроцветковый сорт овердам это карл фуэрстер растение ну как сказать вот ему аналога среди трап нету холодно растущий не агрессивный высота карла фуэрстера при хорошей почве хорошей погоде достигает ну 2 50 это точно он выдает высоту авердам немножко пониже но тоже когда разрастется войдет в силу он ну где-то метр 50 метр 80 по сортам овердам он белополосатый есть еще аваланж если их с овердамом не посадишь рядом а в разных концах сада понять где есть кто практически невозможно чисто зеленый сорт карл форстер и там есть еще какие-то вариации новые сорта но они далеко не уходят то из-за того что он холодно растущий вот это первая половина июля июнь июль да он уже во всем цвету и еще одно такое для нас очень важное свойство он стерилен он не дает семян то есть с травами некоторыми есть проблема что они сеются то есть вейник вот он до сих пор стоит в саду я не беспокоюсь что он насеется в газон он выдерживает любой снег но если только вот с крыши падает глыба тогда он не выдерживает очень живая подвижная трава которая ловит и дождь и ветер и все что угодно про использование будем говорить во второй части сейчас я только характеристики подкормок не требует растет вот лично у меня сидит на перегное и на шлаке особой разницы в них не видно есть только вот что ну не первый год но все растения должны набрать силу ловит лучи солнца ну это опять этот вердам и второй вид вейника который у нас не так давно появился это вейник брахитрихум или поздний который теплорастущий не агрессор опять же почвы любые нарастает медленно у него пик декоративности наступает конец августа начало сентября это вот в начале сентября но опять же из-за недостатка суммарного тепла он у нас не дает такого эффекта как скажем даже в Чехии метелки не приобретают розоватый цвет но и без этого он необыкновенно красив капли росы на нем его шевеление дышит вот куст где-то метра полтора может чуть повыше высотой но достаточно поздно вот это все так униола да но с униолой у меня все все опыты пошли плохо потому что ну 2-3 года нету растения униола униола у нее есть еще и другие у нас почему-то униола прижилась то есть убрала их османтиум вот этот кустик мне подарил морковский чтобы не у него погиб а у меня вот погиб три зимы пережил и сказал что ваш климат мне не подходит совершенно непопулярное почему-то я имею ввиду в продаже растение ежа обычно ежа сборная это у нас кормовое растение в данном случае у нее есть один декоративный вид ежа сборная варегата маленький кустик холодно растущий не агрессор по яркости не уступает ни райграссу никому кудрявенькая в отличие от других штучка есть только один минус но вот она летние засухи тоже не очень переносит но у нас это крайне редкое явление да у нее другое если жарко и дождь она может от центра протухнуть в таком случае срезается под корень и она тут же отрастает вот про ежу я как-то ни у кого и никак и нигде и не слышала хотя у меня она очень давно ну и королева наших подзаборных цветников удальфинианских это щучка или дешампсия на фотографии вот именно подзаборная наша та которая портит нам все газоны ломает косилки да она кучкой выскакивает выскакивает но оказалось что вот с травами можно играться совсем по-другому то есть мне нужен был бордюр я много-много лет в своем собственном садике искала какой-то стабильный бордюр но в итоге все равно кто им пришла да но были разные опыты в том числе вот с этой щучкой эта щучка великолепно стрижется под самшит щучка хороша всем то есть это холодно растущая одна из первых появляется у нас красиво цветущая никаких подкормок любой грунт что голый песок что в компост ее посадите стрижется как угодно но она сеется при том сеется в таких местах где ее не выдержнешь щучка хороша своей вот этой вуалью она накрывает цветники и наши колористические ошибки в принципе ну можно было бы оставить не срезать но полоть то надо да щучка это то растение которое после цветения до созревания семян надо срезать и в костер в компост нежелательно дозреет и вырастет всюду где вам хочется по сортам наверное самый красивый сорт вот с бронзовыми терками бронз шлегер кажется он правильный я боюсь произносить у меня произношение неправильное есть высота в зависимости от сортов разная вот эта бронзовая да если ее поднять и поставить она где-то метр восемьдесят она всегда лежит под дугой у них очень трудно если они не жестко стоячие прямо очень трудно говорить о высоте вот так щучка выглядит поздно осенью и она же у нас по всем канавам и всюду и весной можно обрезать можно не обрезать она прорастет через это можно стричь можно не стричь а вот это видите это сорт голтау настолько вот вот да соцветия если хватит времени я покажу у меня несколько сортов посаженные рядом и я вот общую картинку сняла очень трудно их увидеть то есть вообще травы ну во-первых они не фотогеничны да попробую их сфотографировать это очень трудная работа а во-вторых у них эффект очень нежный в отличие там от бегонии пионов и прочего я не обижаю растения а просто факт ну вот опять кочка нестриженная сейчас секундочку вернусь у нас сейчас появилась чешский сорт щучки полава она пониже у нее просто бежевые соцветия и бежевые они в жухлом виде сами они ее позиционируют как стерильную неправда оставила две зимы оставляла а выпалоть молоденькую щучку ой-ой-ой они так держатся настолько живучие поскольку наша трава да что не выходит и вот еще одна щучка это дешансия флексоза вот это единственное растение которое растет только на кислых почвах объясните пожалуйста почему она у нас не растет это не не у нас фотография сделана она сделана в Литве и как ни странно там она тоже вылетела это она во всей красе это вот такая травка и вот сантиметров 20 вместе с колосьями кто не пытался ну уж морковский очень старательный у нас товарищ да не идет год она дает эффект и потом она потихонечку начинает уходить а флексоза щучка второе слово флексоза да дешансия флексоза я ее не выкинула из каталога только потому что она у нас бывает в продаже ее не надо брать хвощ декоративный злак да трава но хвощ вещь красивая и у нас в более южной части Ленинградской области у нас есть хвощ вот такой высоты если он в лесу где-то там полметра посадите его во влажную питательную среду он будет где-то метр высотой ну к хвощу правда у многих предубеждение да у меня тоже очень долго оно было но тем не менее он растет на краю водоема он растет в болоте и не вымерзает он дает вот эту четкую структуру но жуткий агрессор то есть ему нужен очень хороший ограничители иногда ограничители вообще играют в плюс растению если бы его распустить да он где-то редко будет тут палочка там палочка когда он сидит в ограничителе это просто такой хороший веник красивый притом он зимне-зеленый да глубина у меня ограничитель 60 сантиметров на него пока не поднырнул вроде этот не подныривает это вот наш тоненький уходит где-то метр на полтора два с тем только менять структуру почвы и влагостный режим тогда хвощ уходит и то не навсегда сейчас речь идет не вот об этих кудряшках а об этом фоне это элеохарис у нас продается в цветочных магазинах как комнатное растение но это уличное растение я его потеряла думаю что по собственной глупости когда элеохарис у меня появился это лет 15 назад мы его даже делали вот иногда хочется чтобы газон ушел в воду да вот элеохарис он живет на границе воды и суши но когда у нас вот пару зим было с резкими колебаниями он не выдержал то есть в основном так же как и все остальные цветочные культуры и кое-какие древесные да не терпят качелей растений это у нас основной бич так же как и в городском ЖКХ да это растение называется вот оно в двух ипостасях это элимос я его попробовала и убрала во первых он агрессор а во вторых он оказался ну вот по моим понятиям он неаккуратный то есть от него какого-то вот нужного мне эффекта я не дождалась но вкусы у людей разные да так что смотрите в принципе абсолютно безбедное по произрастанию растения достаточно неаккуратное сильный агрессор холодно растущий но насчет сеяться я как-то не знаю поскольку недолго держала он у меня нигде не выскочил это связанный сноб то есть сам он так не будет стоять так бамбук один из видов бамбука говорят у нас бамбуки не растут но два бамбука у нас все-таки растет это форгези и нитеда у меня их два сорта какие я понятия не имею потому что какими-то кривыми путями получила опять же если растение избавить от зимних колебаний влажности по идее бамбук надо во влажную почву да а вот этому надо достаточно влаги но чтобы сам он на бугорке сидел но это золотое правило у нас же для всех цветников то есть плоские цветники в Ленинградской области неживучи медленно нарастает очень тонкие изящные стебли у бамбука тепло растущий но по факту агресс вернее по теории агрессор по факту не агрессор настолько он медленно у нас растет минусы какие это растения которые не всегда на зиму сбрасывают листья вернее очень редко сбрасывают вот сейчас это стоит зеленый красивый куст бамбук не обрезается а весной да если кто-то еще на заказчика работает вдруг этот куст становится жухлым и обрезать его нельзя перенесет заказчик или вы сами вот этот вид весенний я не знаю поэтому тут вопрос как его употреблять но было две или три зимы наверное у меня лет 10 они живут что они выходили весной они были зелеными они не сбросили лесу для них не естественно сбрасывать только за счет наших зим они сбрасывают они по природе своей вот этот покороче он где-то притом они нарастают очень медленно этот максимально метробой высоты вот осенний осенний зимний вид это в районе нового года фотография сделана не всегда же снег как в этом году ну попробуйте высадить на улицу и вот большой этот выше двух метров но опять же дождаться двух метров это вопрос вот это ранняя весна топором но про размножение по травам по всем травам желательно момент начала роста весной а по капризным только весной если там щучку мы можем топором в любое время в самом деле топором лопаты редко работают на травах у него очень жесткие при том столоны где-то там ну иногда выскочит на 10 сантиметров иногда на 3-4 вот надо по столонам разрезать очень тяжело прирастает на новом месте то есть два года реанимации ему как как минимум то есть вот это тот вариант когда лучше приобретать крупное растение и хорошо мульчировать первую осень не обрезая вот вот оно же так дальше наши любимые овсяницы да наташа сказала что она считала раньше что только овсяницы у нас живут и все мы бесконечно хотим вот эти голубые шары как в Париже но вот эти все авины авиноглаука и от них все сорта у нас крайне мало живут почему овсяницы глауки авины это зимне-зеленые растения то есть у них эти иголочки должны сохраняться почти на протяжении всей жизни стоит этот шарик у нас снег растаял потом опять выпал туда набился снежок опять растаял и замерз и вот от центра она вылетает насчет стрижки овсянец но это надо быть профессиональным партнером тут были всякие предложения по весне то что погибло вычесывать щеткой для волос еще что-то и еще что-то но я не такой упертый коллекционер да я вам брала эти растения из сада моя любимая овсяница вот эта перед вами она в Питере по крайней мере после войны вот саду она уже была это овсяница аметистовая она крайне редко у нас бывает где-то в продаже а это растение которое абсолютно не требует никаких забот вот относительно тех овсяниц вид у нее несколько другой почему она аметистовая потому что у нее стебельки цветоносы аметистового цвета играют на просвет даже когда они пожухнут они не страшные а у остальных овсяниц срезать цветоносы никак поштучно выщипывать ну если у кого-то есть желание пожалуйста я не могу вот овсяница амети вот эта глаука да а вот сзади аметистовая то есть у нее нету голубой листвы хотя там есть сорта с более зеленой и с более голубой листвой вот как выглядит ее кустик без цветоносов это более голубой цвет да то есть там голубой условный чуть-чуть она серебрится а это зеленый априогрюн вот этот а второй даже я не знаю как сорт потому что нашли их тут и их вот почему-то никто не привозит не размножает не знаю почему а аметистовую именно вот с этими аметистами там еще много есть похожих может быть да вот ну и это вот наша любимица высаживать я бы ее использовала как однолетнее растение ее можно под каким-то прикрытием там от всех зимних невзгод сохранить в горшках а потом как однолетнее высаживать ну такого долгоиграющего эффекта к сожалению нету и с длинными голубыми листь а это даже не знаю их там 5 или 6 есть шаров их очень много при том есть коммерческое название есть автора это не аметистовая это глаука не хватает нам розы закрывать так еще и фистуков сад должен быть в нашем районе не укрывной вот это глаука а это вот аметистовая при том тут набьется снег замерзнет ей все-все равно чесать ее не надо но если очень захочется то есть у нее страдали листочки когда вот их края примерзли вот эти края тогда вылетели можно подстричь а можно и не трогать ну как ну наверное с возрастом начинаешь отбирать стабильные растения многие фистуки высаживают из семян это просто это легко а дальше эффект короткий вот это плохо одна из моих любимых овсяниц это фистука гаутери там она еще балиншан еще у нее 3 или 4 названия даже есть так вот вообще ее сейчас как гаутери вот точка посадки вот а вот это борода вот это всем фистукам перебора влаги нельзя это растение сухой почвы они и в гравии будут расти и между камнями и на камнях никакого при том да и по аметистовой также она легче переносит переувлажнение но тем не менее ей его не надо у гаутери ну как она очень хороша в каких-то труднодоступных местах где надо имитацию газона но косить там невозможно это в плюс в минус то что весной она может себя повести точно так же как коника то есть у нее вся эта зелень сгорит отрастет не отрастет это еще вопрос я тут провела эксперимент но вот тут она на приподнятом месте да на камнях обгорала не сильно восстанавливалась я ее рассадила в тень пустила растет прекрасно но без переувлажнения то есть всякие труднодоступные места где кушать нечего можно засаживать вот этой фистукой то есть она у меня растет на корнях вяза и кипарисовика где сплелись корни и ведет себя элементарно там ни один сорняк не хочет расти она растет вот это она же она иногда цветет то есть за те годы что она у меня она довольно давно я цветение видела один раз и то только так вот одиночными да где-то метелочками это вот в более теплом климате ее цветение но у нее другие плюсы ей не надо цвести вот то что она дает эти кочки это нечто вот цветущая да гаутере ну и вот это шикарное это не у нас снимок сделан а в теплом климате это когда глаука цветет бесконечно красиво но давайте за этим ездить в Сочи как минимум то есть вот такой красоты как там у нас они не выдают авиные глауки я понимаю что заказчику надо голубые кочки но как кратко вот очень коротко живущее растение так сейчас секунду это глицерия максима или манник большой сорт ауроварегат он один единственный есть глицерия или манник растения для болота водоема может расти вообще без почвы я его решила выкинуть а у меня кусочки в маленькой такой площке вот такой глубины скажем водоемчик и там кусочки завалялись за три года заросли площадь метр на метр обросли кирпичи которые там были внутри и это был это просто войлок вот Света Воронина и куда-то надо было мы нарезали квадратами и она это увозила прекрасно ведет себя на глубине до 15 сантиметров водоемах переносит затопляемый берег то есть может и на берегу при том вот это в воде более белый а это без воды то есть я вначале когда получила я его в цветник высадил это жуткий агрессор при хорошей почве может выстрелить за три метра вот вывести можно козьбой только регулярно но вот в зависимости от почвы меняет цвет и только в жестких круговых ограничителях внизу может быть вообще вот маленькая дырочка то есть можно в горшке который поставили в воду он там же и перезимует вернее она глицерия холодно растущая поскольку без грунта может расти значит подкормок не требуется цветет так себе осень очень быстро падает то есть ее резать можно и тогда и тогда очень красивой весной когда начинает нарастать она прямо как его наша это трехцветная то есть у нее белая розовая и зеленая полоски потом это становится бело-желтоватым или бело-зелен желто-зеленым или бело-зеленым вот вот она вот ее соцветия да они редкие и малоэффектные ну кому-то может и нравиться в больших водоемах это просто палочка-выручалочка природных и хороша именно огромными плоскостями где ее можно распустить кто баловался этой штучкой хаканехлоя она ровесница независимости России та которая у меня живет то есть магазин Flora International не надо писать хаканехлоя макроауреола предположительно там же там несколько очень похожих сортов но вот ей 25 лет а она ни туда ни сюда родственница бамбуков и по месту проживания она оттуда и все эти красивые английские ступени покрытые сбоком этой хаканехлои только это обзавидуешься у меня хорошие фотографии были лет 7-8 назад один раз вот это и вот это больше я такого не видела она жива если кто-то придет с лопой я покажу но она никнет ой не надо знать вот это как хвощ идет с талонами под землю очень трудно приживается а потом еще хуже выводится я даже честно говоря сейчас на вскидку не скажу кто-то наверное знает что это хаутюния хаутюния хорошая парочка не ну был год она между двумя камней была там видимо камни прогрелись было и влаги достаточно и тепла и вот она один год выдала эту красоту все и 25 лет живет но номинально так в каталоге можно ее держать но вот это тот же год овсец вот тут по латыни я принципиально не выговариваю да там язык сломаешь овсец опять же в Питере с дореволюционных времен известен насчет сортов там у него есть парочка сортов но просто отличаются крупнее и мельче растения в принципе овсец это шар жестких зимне-зеленых листьев шар диаметром наверное где-то 60-80 сантиметров и из него выскакивают под 3 метра дугообразные цветоносы бесконечно красивые растения но с ним вот ему очень надо подбирать место место должно быть сухое и солнечное без вот не дай бог зимнее замокание у него стержневой корень то есть он по виду похож на петрушку или одуванчик вот стержневой корень а наверху стержневого корня много маленьких розеточек если будет весной вот в нем скапливаться таять и замерзать вода и снег да все эти отдельные розеточки то есть погибнет центральный корень можно еще спасти рассадив розеточки он и размножается только ранней весной отделением этих розеточек до осени он выдаст центральный корень но центральный корень он самая слабая точка в этом растении центр гниет вот но тем не менее вот видите более 100 лет он в нашем регионе выращивается то есть супер сухие с уклоном чтобы нигде не задерживалось зимнее именно вот талые воды и зимой то что кстати вчера копнуло там где у меня скатываются талые воды у нас уже вот такой ледяной ледяная каша идет но мы с этим должны жить так а в сица нету фотографий соцветия потому что фотоаппарат не дает вот таких фотографий вот он в профиль если боль а он вечно зеленый то есть у него нету холодного теплого он из зимы выходит вот таким иногда может обгореть но вот эти голубые травы они менее обгорают потому что голубой цвет он больше отражает цвет зеленый хуже к обгоранию холкус молис бухарник мягкий варегато вот это у меня наверное любимчик по низеньким беленьким коврам в принципе это агрессор но у него столоны сантиметра бухарник мягкий ауре варегато он да кажется у него столончики 3-4 сантиметра то есть их даже его не надо в ограничитель его при прополке там если это нужна четкая линия его можно обрезать цветет невыразительно так же как райграсс и если как его не стричь он будет очень похож на райграсс но он так же как райграсс в летнюю сушь может пропасть как лесохвост райграсс это из той же серии растения а вот это он после жесткой стрижки но тут уже триммер не подходит тут уже машиночка или ножницами он становится в десятки разгуща им можно любые бордюры делать подбивку ну я не знаю а вот это он не стриженный вот он среднюю полутень можно да вот это вот это тоже он после стрижки так отрос то есть качество растения ну кто бы вот знал да что даже у трав от стрижки эффект декоративные растения увеличивается ну не на лысо но можно 3-4 сантиметра оставить он всего-то 15 сантиметров высотой он даже еще чуть пониже райграсса не могу пропустить наши такие как скажем даже однолетние травы это ячмень гривастый да вы все его знаете почему-то вот постоянно говорят я купила у меня вылетела ну наверное очень хорошо полите он рассеивается сам очень похож на сорняк и при прополке надо его не выполоть вообще-то он двухлетка то есть он должен купленный костик должен погибнуть иногда когда лето холодное там он 3 года может прожить 2 года не цветет на 3-й год расцвел и он гибнет но вокруг него и не только вокруг него а по всему саду и в компосте и где хотите всюду сеемся и в мощении прорастает и где угодно важно убрать лишнее прямо как бонсайная стрижка убираем лишнее но по красоте растение неповторимое вот это растение это хистрикс оно у меня есть я пока о нем ничего не могу сказать только два года еще не цвел но в принципе очень понравилось по всем параметрам должно быть наша красавица а эту красавицу кто хочет это тоже ровесница независимости России также куплена при открытии флоры интернешнл и точно так же ведет себя как хаканыхлоя она еще есть при том начитавшись всяких японцев я ее решила перевести в домашний бонсай даже при подсветке она дома не дает красного цвета но тогда как будто бы и незачем императо цилиндрика ред ворон если говорить так теплорастущая агрессор но не для нас ее можно использовать как в контейнерах но контейнеры надо или в холодный зимний сад или в какие-то подвалы убирать на зиму вот в контейнере она идет хорошо она очень не глубокая вот у нее вся глубина корневища то есть можно вообще в плошках выращивать это год после хранения в подвале зимой вот она и выдала перезимует но это будет ну страшненькая жалкая укрытием ее не спасете она сопреет под укрытием конечно а где вы солнце у нас видели для нее достаточно всю красноту растения приобретают от солнца а когда у нас его не хватает конечно что и растение не краснеет мало ли что в интернете ну так вам сразу надо так купить да она и не проявляет себя нет она именно выживает у нас и не живет влага без зимнего перемокания но нужна влага зимой никакой влаги на корнях юнкусы да но юнкус юнкус эфусус да у нас по всем болотам растет и растение как вот жалко что его не употребляют да красивые эти пучки на концах стебельков эти гречневая кашка да вот такое цветение у него все почему-то ударились в эти спиральные я и те и другие выращивала простой наш болотный убрала а там еще от него сорта есть не особо они видны теперь со спиральными прочитав все инструкции по всем книгам я конечно куда юнкус сажаешь в болото это болото оно только керамзитом покрыто год-два прожили на третий год все крупные растения погибли то есть опять из-за нашего климата вот это болотное колебание температуры с замерзанием даже юнкусы не переносят но именно сорта бедовой юнкус ему хоть бы что а этих красавцев у нас из болота никто пока в сад не переносит но они успели рассеяться у меня два сорта был просто спиралис и спиралис минимума сейчас вот это минимума а это просто спиралис может быть вот как какие красавцы да но оказалось что они успели рассеяться по саду и в нашем влажном климате сортовые юнкусы можно выращивать в двух ипостасиях первое выращивать в горшочках зимней прикопкой какой-то да а летом вот эти горшочки с этими пудрями на плавающую платформу или еще как-то в водоем чтобы это плавало юнкусы очень требовательны к влаге а второе оказалось что они у нас альпийское растение это для меня вообще было открытием то есть один сеянец посеялся на границе дренажного колодца на самой выпуклой точке и вот он уже там лет 6 или 7 не обгорает по весне и кустик живет долго то есть вот все что пишут в книгах или что я говорю это все неправда испытывать надо на каждом конкретном участке то есть спиралис пошел сорняком по саду но выбирает только супер сухие места для болотного растения но я не биолог абсолютно но это какая-то загадка вот они вот видите вот это минима и он нормальный но в емкостях и пускать плавать по водоему очень красиво они же они же так еще одна такая проблемная травка каилерия глаука у нее кажется даже и перевода нету на русский язык в принципе по своей красоте голубизне и метелкам полностью заменяет фистуку но минус опять это от природы короткоживущее растение у нас же есть и по остальным многолетникам там 2-3 года и растение уходит вот вот это каилерия относится именно к таким травам не агрессор нельзя сказать что ни холодно ни тепло и средне растущая очень хорошо сеется ну и опять же упертые могут и семян восстанавливать 2-3 года будет эта красота потом надо новые сеяться это она же перед цветением да ну и наш красавец все узнали там у нас был леимус да элимус а это леимус это растение наших дюн наверное единственное растение которое может расти и в соленой воде и на дюнах и в пресной воде но вот среди трав только несколько таких агрессоров как он он пробивает металл пластик ну металл ведро скажем так там 2-3 года оно начало ржаветь он проходит через него выходит вот он у меня выскочил под пихтой отсюда после этого я его убрала из сада куда подальше ну сами знаете как он это самое у нас побережье это наше растение опасность в том что если его взять в рот он режет губы а дети играются с ним какие емкости для того чтобы его высаживать в саду я не знаю но вот видите насколько отличается вид когда он зажат и ему не дает расползаться он очень плотное красивое растение а как только он разбегается красоты никакой нету а вот это афиопагон да тот который в Китае полно вообще никаким боком это растение не относится к травам кроме своего вида у него цветки как у брусники и черненькие плоды я просто его из сада убрала из каталога не убираю потому что он у меня вот именно этот ниггер сорт жил лет 20 при том я не могу сказать что он сникал он просто не очень нарастал это была хорошая черная кучка у нас второй такой травы нету это можете вполне купить в цветочном магазине и потиху весной и потихоньку закаляя перенести в сад но долго я боюсь что жить не будет то есть раньше были все-таки более ровные зимы посмотрим что вот эта зима нам покажет но изменение климата похоже нас ведет к еще большим качелям погиб он и то не полностью погиб я просто сама его уже удалила то есть я одной весной решила наконец его поделить на пять штучек но из пяти одна выжила и весной делила то есть капризная но только на больного цветовода так дальше пошло проса вот смотрите какое проса сейчас вот это в начале цветения это середина а это вот так но это однолетняя проса но тем не менее вот с этим просом так же как с ячменем гривастым стоит поиграть это паникум капилата я семян не принесла у меня не кончились в этом году иначе бы принесла раздала всем капилата по осени всех семенами одарю скажем так сворованное растение ну мы все же в каких-то ботсадах да а только потом когда появилось время я прочитала что это однолетняя и четко сказано а зимы посев невозможен год вырастила весной семян посадила очень понравилось но раз ты а зиму его не переносишь больше я тебя сажать не буду на следующую весну вокруг все было всходами этого проса значит переносит а зимой и так же как ячмень гривастый он сам теперь гуляет по саду но вот это сиренево розовое облако оно неповторимо единственный минус что в принципе это вот такое мощное растение если рядом что-то забивает своей листвой и под его листвой может летом протухнуть растение цветет во второй как любое просо во второй половине лета на зиму не остается это маленькое это 50-60 сантиметров мягенькое растение и вот его желательно все-таки обтряхнув семена убрать на зиму под ним приедут растения и летом и в особенности если зимой на ком-то остались его лезть они растения выпреют ну и просо виргинская да которая единственная которая вроде бы как рекомендуется для нашего региона но 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 не дает эффекта первые два года да если вы купили много посадили плотно поухаживали шикарное растение через 4-5 лет подходишь к этому цветнику от просто ничего и поскольку начинает никнуть растение еще внутри него растут сырники а попробую оттуда их выполоть ну то есть лично я от просо отказалась просо очень трудно сфотографировать это вот единственный сорт который мне удалось хоть как-то сфотографировать это хэви метал который еще должен быть красным а у нас опять не хватает тепла и не краснеет как надо так что решайте сами но это тоже просо да это первые годы но и этот любимчик перощетинник да живет но живет как вам это вот единственное растение которому я делала сухое укрытие то есть от мороза я его не прикрывала прожил 4 года и не пережил прошлой зимы что у нас там было такое страшное а позапрошлом был мороз позапрошлые после нового года пошли морозы по голой позапрошлой ну видимо он год но не наше растение я уже даже не буду вот это считается самый зимостойкий сорт посажен был на уклоне да ставился на него ящик и непромокаемая ну резина с продухами как не хотелось но пересчетинники у нас никакие не живут кроме однолетних а эти вот однолетние с красными листьями но их уже поздно высевать они уже должны были быть высеные чтобы в конце ой желательно покупать крупными у нас их трудно сеять это нужны хорошие оранжереи теплые чтобы их выгнать тогда вот в августе они дадут эффект в сентябре так и кто-то про ползающую травку говорил да это фолярис или фоляроидос как он по-русски канареечник да канареечник холодно растущее растение агрессор есть такие три главных сорта по любимчикам то есть вот один сорт это фессии тоненький мягенькие листики относительная агрессивность то есть сейчас я его распустила в раджерсию ему там кушать нечего да и он далеко не убегает плюс что хорошо у сорта фессии если он куда-то залез в лишнее место его так поднимаешь и весь этот стол он идет из земли его убираешь но есть два других сорта это вот во всех бабушкиных прабабушкиных огородах после войны такие вот полтора пальца шириной листья серебряные незаконно обруганное растение потому что безумно красивое если его в ограничитель вот в этой бочке диаметром 60 сантиметров седьмой год растет и он выдает вот этот мощный куст растение очень рано начинает развиваться опять же розовые белые зеленые полоски на нем распускать в цветник его конечно нельзя останется он один и никакого цветника а в емкостях у меня еще а он живет в воде и зимует в воде это аргента маргинат или варигата варигата и есть еще третий так и третьего у меня и нету потому что его не сфотографировать у него желтые полоски но в нашем бессолнечном климате желтизны нету такой же агрессор как вот этот но самый приятненький сорт это вот все-таки этот фэсси фэсси у меня нечаянно попал в горшок с одной осокой которую в воде держу он прекрасно там живет и горшок оставленный в водоеме не вымерзает растение там грунт на поверхности на одном уровне с поверхностью воды думаю что его можно и чуть пониже то есть если с ним аккуратно обращаться растение очень хорошее недаром во всех бабушкиных огородах были был так теперь растение всех наших обочин только его сорт тростник австралийс или коммунис да но он живет от арктики до экватора и там и по южному полушарию до антарктиды а у него есть один единственный декоративный сорт это аура в регата очень красивые листья очень красивые метелки но я с ним не справилась физически ну судя по тростнику который у нас по обочинам дорог вы же представляете какой это агрессор да не убиваемый напрочь он был посажен вот эти квадратные емкости для химии и никаких отверстий кроме как внутри от пробки когда вилла планта забирала у меня это надо было посмотреть хватит времени я покажу то есть весь куб внутри было на всю глубину переплетения корневич в два больших пальца ушел через эту на глубине в метр ушел через дырку велопланта уехала сын зовет меня вышел звать меня обедать а меня нету я на глубине еще полметра выкопала ищу где корни он четыре года у меня выскакивал в радиусе пяти метров вот но если у кого-то там гектары с озерами глицерию плюс тростник и никаких забот о береговой линии белое и золотое качбу не любят видели где его скашивают но это тепло растущие растения глицерия манник но это для больших водоемов вот ее кисточка в дождь она же кстати тут некоторые умельцы брали листья высушивали и картины из него делали вот и у нас нету второго растения который своим рисунком дает ощущение Японии вот только у этого тростника такой рисунок но у этого который вдоль обочин точно такой же рисунок так еще один бамбук это я надеюсь не все японцам отдадим это саса куриленсис бамбук курильский по характеру товарищ напоминающий тростник мне тут геолог который по кунаширам много ползал говорил там они примерно вот где-то вот так и ходить по ним невозможно цепляются за ноги живет у нас великолепно корневище не уходит так глубоко как у тростника пробивает пленку водоемную толстую эти американские мембраны пробивает пробивает мощение по весне как форгезия тоже он не сбрасывает листву истрить чего не надо прекрасно растет в тени на ветру на неугодьях делает сплошной такой сантиметр 50-60 у нас только сплошной ковер но это гектары под него надо еще одно смешное растение сисеринхиум можете не писать не надо оно у меня живет опять же я где-то лет 10 очень много 10 назад привезла очень много разных трав он из этой партии очень теплорастущий товарищ если смотреть в лупу он очень похож на бамбук но это через лупу только видно потом он сгибается ближе к осени вот такой дугой цвести не успевает но и не погибает держится хорошими кучками но просыпается чуть ли не к середине лета вот это оно же сцирпусы рогоса да то что нас камышами иногда обзывают казалось бы по всем болотам растет но мы же хотим не болотные а какие-то сорта по сортам сцирпус вот этот сорт альбестенс показал себя на протяжении многих лет очень хорошо стрелы до трех метров длиной продольно полосатые фотографировать опять же фотоаппарат эта вещь не влезает слегка дугой наклоняется но оказалось что эти же рогозы ой не рогоз камыш это настоящий камыш сорта не выдерживают болота то есть вот на берегу болота весеннее увлажнение летнее подтопление да но вот чтобы зимой на точке роста колебалась температура для сортов не годится но всегда пестрые сорта намного капризнее чем видовое растение и второй сорт это зибринус но вот зибринус так за пять лет ушел на нет то есть эффекта не дал любимейшая моя трава сеслерия сеслерия есть три есть вот эта вот голубая самая хорошенькая есть нетида и есть аутумналия осенняя первое чем они вот это самое любимое потому что она идет ковром высота растения такая но если поднять листик так там будет сантиметров 15-20 но она лежит ковром плюс голубая сеслерия свои листочки держит разными сторонами вверх вот это голубой это изнанка листа она сама этот листик переворачивает и получается такая муаровая трапка ровный муаровый зелено серебристо голубой ковер очень красиво цветет но это опять же это разглядеть надо у этой на невысоких цветоносах черные початочки из которых желтые пыльники необыкновенно красивые но это вот и очень короткий момент убирать потом соцветия не надо они сами лягут это вот голубая это нетида так зимне зеленые растения да и нетида и голубая не горят по весне на солнце голубая голубая вроде как можно ее назвать агрессором но это она в сторону дает такой столончик и новую розеточку это абсолютно не страшное то есть самого вот только сошел снег это уже голубая поляна не тяга она растет пучками вверх и та и другая очень легко делится и почва ей все равно солнце тень тоже вот желтовская говорит лучшее растение сажать под яблони в приствольные круги но это как кто любит делится в любое время годы пересаживается кроме зимы у нетиды точно она вот такой высоты и такой пучок у нее точно так же черные колоски вот эти желтыми пыльниками очень красивые аутумнали у меня нету фотографии она просто отличается от нитиды зеленые листья и цветет вот эти черные желтым это будет в сентябре одна вот тоже из любимейших трав это спортина спортина ой вот высота сетка полтора метра я потом еще когда посаду просто буду показывать покажу агрессор болотная трава но не водоем и опять для нее тоже правило чтобы зимой на ней лужи не было и не замерзало но это для всех спортина не только себя она еще и снег держит и тяжелые собаки ее не ломают она сейчас стоит вот так ограничитель обязателен это вот первый год после посадки она такая кстати куплена в Голландии как мискантус с желтыми полосками на листьях пока она вот не показала не выдала вот этот цветок я считала что это у меня мискантус китайский растет то есть не отличить отличается видите цветок не мискантуса то есть в Голландии тоже шарпатреп а как же иначе вот так ограничитель переносит легко где-то сантиметров двадцать любит влагу теплорастущая агрессор ну вот тут уж подкормки точно никакой не надо и вот это очень мне жалко что мало кто обращает внимание на вот это растение это спадиапогон сибирский у него родина преамурия вот как раз то место откуда все питерские растения должны быть да то есть очень похоже вот по климату спадиапогон высотой где-то метр может быть иногда в хорошие годы чуть побольше теплорастущей кочкой не агрессор никакого ухода не требует но ни одна травка у нас не имеет колосьев цвета благородной старинной бронзы минус один вот эти колосьев появляются в середине сентября может быть поэтому он у нас и не популярен под снегом не ложится отрастает поздно как компаньон в цветнике сами понимаете он ни с кем вместе не цветет может быть поэтому он не настолько популярен ковыль вот про ковыль наверное все-таки желательно забыть у меня растет ковыль с типа скорее всего я предполагаю что это теннис мы это из ботсада этикетки не показали вот очень красивый но растет он по одной простой причине он растет на корнях багрянника поскольку багрянник мне придется за его наглый характер убрать багряник это аналог береза по корням вот и тут ярчайшее солнце супер сухое вот один единственный ковыль тут прижился красивый красивый а характер какой необыкновенно красивая штучка самая красивая у него семена вот с этой крылаткой пушинкой да у него на каждом семечке есть якорь то есть он втыкается в землю и там от влаги разбухает боковые отклоняются зубчики его потом не вынуть хорошо размножается но не подлежит пересадке к вопросу что сажать под березой береза у меня нету есть багринник а попробуйте под березой его вот он очень красивенький и рогос те рогосы которые у нас в природе от них есть один сорт потом покажу белополосатый в регат он просто идет но у нас долгое время пытались нам поставлять я не знаю как сейчас насколько это часто в продаже под названием этот самый лансмарки кажется вот с такими вот этими соцветиями маленькими опять же пять лет нормально и в болоте и не совсем в болоте единственное что я делала вот нижнюю часть женскую часть соцветия я оставляла а вот это сразу обдирала чтобы у меня не распушилось и зимой это выглядело вот так то есть необыкновенной красоты растений но оно потихоньку ушло можно играться заниматься не приобретать вот где шариком те вообще не держат первую зиму вылетают а продолговатыми соцветиями можно высота сантиметров 80 всего растения очень изящно и красиво особенности зимой и вот это вот от нашего рогоса сорт агрессор да и тот агрессор только не успевает этот агрессор такой как надо ведет себя хорошо то есть ему главное прижиться я сколько знаю осенние посадки он и в обе и всюду бывает в продаже осенние посадки не проходили с весенними посадками все нормально приживался и удирал куда-нибудь то есть ему тоже ограничитель нужен холодно растущий эффектен первую половину лета а потом он он очень быстро теряет листву он просто варегата типха да так может маленький перерывчик а потом у нас осталось малине мискантукс и карексы с Спасибо.